Дорогие казахстанцы, здравствуйте! Сегодня состоялся мой операционный суд. Я хотела немного сказать касательно этого суда. Во-первых, хотела продемонстрировать вот такую скульптуру, которая находится в Дании. Это работа талантливого современного скульптора Йенса Галшута. Называется она «Ченончия Фемида». И здесь вот трехметровая скульптура показывает, как зажравшийся Фемида сидит на плечах у бедного, нищего мужчины. Надпись на постаменте гласит «Я знаю, этому бедняге тяжело, но я никогда не слезу с его спины». Вот это как раз истинный вес казахстанского правосудия. Это прям лицо казахстанского правосудия. Когда казахстанские судьи, вместо того, чтобы принимать адекватные, справедливые, независимые решения, вместо этого они, сидя на шее у народа, тянут эту шею вниз. Полностью находясь на нашем обеспечении, за счет налогоплательщиков, они вынимают из нас душу и последние человеческие силы, принимая такие решения в пользу антинародного правительства, выполняя заказные решения. Я сегодня хотела сказать позор судье Ахметову Алибеку Молдобековичу, позор судье Халыкову Ернару Ерболовичу, с которыми я столкнулась в административно-операционных судах. Они оба принимали решения при том, что видели кучу нестыковых, которые им показывал адвокат. Адвокат показывал, не хватает тех документов, этих документов, эти документы неправильны, эти документы только подшиты, этот документ вообще даже не подшит. Адвокат им каждый раз показывал. Адвокат даже им сегодня сказал, что Абулхаирову 18-го доставили по поручению, которое было незаконным. Вы представляете, уголовное дело, в рамках которого меня доставили, было открыто 22 февраля, закрыто 22 мая, а следователь Ченгерлавского РУВД Кисимова 17-го сентября по закрытому уголовному делу пишет постановление на мое принудительное доставление, поручение на принудительное доставление. 20-го сентября только затем они открывают заново это дело. И когда адвокат им указал, что он делал запрос, что это такая нестуковка, грубейшая ошибка, сегодня они привезли на суд отпечатанный, свеженький, со свежим штампиком листочек, что поручение, оказывается, Кисимова еще и 17-го октября выписала. Хотя к делу они на тот момент подшивали от 17-го сентября. Так что это кривосудие, это совершенно не правосудие. Это не правоохранительные органы. Это правоохранительные. Они все права наши похоронили. Теперь у меня впереди уголовное дело. Все-таки они сделали филологическую экспертизу, такую, какую им нужно. Они доказали, что якобы я их оскорбила. Естественно, что все это уже ожидаемо. И опять они примут вертикт, что я виновна. По результатам уже этого административно-апелляционного суда я в этом прям уверена. Потому что сегодня судья сказал, и первый судья тоже это говорил, почему вы первой не написали? Я была после этого нападения с оружием, похищения четырьмя мужчинами, в таком состоянии аффекта, какое заявление, когда они мне 4 часа допрашивали, и не разрешали мне позвонить. Они мне отказывали в адвокате. У меня в голове было только, что я должна быстрее поехать на работу, и уговаривала их, кричала, плакала, просила, напишите мне повестку. Они не хотели мне даже повестку писать. Я говорила, мне нужен какой-то оправдательный документ. Это же издевательство. Дорогой казахстанский народ, мы должны быть вместе. Мы должны взять в руки Конституцию, и притворять свои права жизни на свободу слова, на свободу пикетов, на свободу митингов, потому что больше они нас никак не слышат. Мы должны все это притворять. И даже если нас за это будут преследовать, пусть преследуют, сажают в тюрьмы, и пусть весь мир смеется над Казахстаном, что они преследуют людей за то, что они пользуются своими конституционными права. Открыли дело на Байкенова Азамата, потому что он использовал свое конституционное право на свободу творчества. Избили его жену, избили Айгуля от Берды, напали на Аню Шукееву, постоянно нападают на Камилу Шуканову, несмотря на ее диагноз. Айгуля от Байкенова Азамата, что еще мы будем ждать? Не ждите, пользуйтесь своими конституционными правами. Пусть заполнят тюрьмы Казахстана людьми, которые знают свои конституционные права. И пусть весь мир знает об этом. сейчас они меня привлекают как свидетели. Представляете, я всего лишь свидетель, и они меня так прессуют. Я уже написала несколько заявлений в прокуратуру на сотрудников ДВД и КНБ, что они допрос со мной снимают незаконно и незаконно выкладывают в интернет, выдавая тайну следствия и тайну частной жизни. И я хочу сказать, что этот судья Ахмед Фалибек говорит, что вы должны были первые написать на полицейских, а теперь, мол, я бессилен, они первые написали. Это какая чушь, это что за логика? Получается, любой преступник может первый пойти в милицию и написать, я убил, я изнасиловал, там, педофил, я украл наркоман или еще что-то, да? И они будут оправданы. Вот представляете, до чего казахстанское правосудие дошло? Преступник должен первым написать заявление и он будет оправдан. Мы не должны допускать нашего полного изничтожения. Реализуйте свои конституционные права. Нас больше и мы правы. Мы сила. Мы должны объединиться в использовании своих прав. Мы должны им показать, что нас не сломить. не сломать. не сломать.